До 2023 года в Югре не останется балков. Тему переселения из такого жилья обсудили полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Югры Наталья Комарова. Накануне в Сургуте прошло совещание по социально-экономическому развитию региона. На нем, в частности, отметили положительные тенденции в демографии, развитии высоких технологий, инвестиционную привлекательность территории. По объему инвестиций Югра занимает второе место в России и первое в Урфо. Так, в округе реализуются порядка 270 инвестпроектов. Они касаются самых разных отраслей, от машиностроения и нефтегазопереработки до АПК и производства стройматериалов. Югре поддерживают малый и средний бизнес. Только в минувшем году было создано 500 предприятий, а это больше 3000 рабочих мест. Что касается балков, то их в Югре остаются еще порядка 3000. А в Нижневартовском, Октябрьском районах, Радужном, Покачах и Югорске такие массивы ликвидированы полностью. В целом, за последние шесть лет количество балков сократилось на 60%. Есть программа региона, президент поручений выполняется. Есть понимание, когда, в какие сроки, в каком районе будет переселение этих жителей, которые так ждут с нетерпением решения данных проблем. Это вопрос, конечно, ни одного дня, ни одного года, но о чем мы говорили с губернатором. Самое главное – вовремя дать информацию для каждого человека. 100% – это к 1 января 2023 года. Это гарантированно. При напряжении собственных ресурсов можно попробовать до 1 января, как сбалансировать бюджет, до 1 января 2021 года, в случае, если правительство Российской Федерации подключится в соответствии с поручением президента.